Добрый день, уважаемые коллеги! Давайте проверим, насколько хорошо мне видно и слышно. Если видно и слышно хорошо, несколько человек поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Несколько человек. Если вы увидели, что плюсы пошли у вас все хорошо, не пишите, потому что чат нам понадобится для более важных вещей. И огромная просьба. Я всем говорю добрый день, говорю, что рада вас видеть. И давайте сейчас оставим чат для вопросов. Я постараюсь следить за всеми вопросами и отвечу на них или по ходу своего рассказа, или в конце, после того, как расскажу основную часть. И надеюсь, что останется время на вопросы. Итак, театральная деятельность в детском саду. Весьма актуальна, потому что приходит Новый год. И на Новый год во многих детских садах принято ставить спектакли. И педагоги каждый раз сталкиваются с проблемой, а как это сделать. На самом деле у меня достаточно большой практический опыт в этом деле, потому что я работала в частной школе и вела курс в музыкальный театр. И по первому образованию я музыкант. Поэтому сейчас все, что знаю, и все, что на практике мне удалось сделать с детьми, я вам постараюсь рассказать и сделать так, чтобы по окончании этого вебинара у вас был понятен путь от задумки к яркому, красивому, красочному спектаклю, который вы поставите с вашими детьми. Итак, почему театральная деятельность? Почему мы обращаемся к этому достаточно такому сложному, трудоемкому процессу, как создание театрального спектакля с детьми? На самом деле те, кто хотя бы раз спектакль сделал, то уже заболевают этим делом. И становится понятно, что спектакль, сделанный, приносит детям не только огромное удовлетворение от выступлений на сцене, но еще и огромное количество новых знаний, новых умений, которые они получают в спектакле, как бы играючи, без какого-то внутреннего сопротивления. Театр достаточно близок к детям, он очень близок к игре. Дети дошкольного возраста, они познают мир, играя, и поэтому театральная деятельность, она очень хорошо вписывается именно в мир детей, и взрослому остается только поддерживать вот этот интерес к театру. Какую же пользу, какие же полезности мы можем получить от занятий театральной деятельности с детьми? Практически мы закрываем компетенции, которые мы должны передать детям в разных самых областях, таких как эмоциональное развитие, потому что когда я работаю, допустим, в тренингах с детьми на эмоции, то прежде всего работаю с театральными какими-то играми для того, чтобы дети могли проиграть эмоции. То есть когда ребенок проиграл эмоции, тогда он уже понимает, в чем идет речь, и эмоциональная компетентность, эмоциональное развитие начинает прогрессировать. Всестороннее развитие речи. Логопеды скажут вам спасибо за ваши спектакли, потому что здесь дети прокачают многие умения, такие как правильно дышать, развитие произносительной стороны речи, просодию, то есть звук речи, связанную речь, диалоги, монологи. Здесь огромное количество речевых упражнений вам придется делать. Совершенствование интеллектуальных способностей, развитие коммуникативных качеств, потому что театр – это одна сплошная коммуникация, умение креативить, креативить, потому что дети, когда вы начинаете сами с удовольствием и легко заниматься театром, они такого нам креативят, вот это точно. И очень часто от вас, от педагогов требуется еще такое очень важное умение, как принимать детскую точку зрения, и тогда вы сможете ввести в спектакль очень новое, яркое, то, что придумали ваши дети. И спектакль заиграет яркими красками. И, конечно, это радость творчества, это невероятный труд, это волнение, сложности, но, тем не менее, это огромная радость для детей и для педагогов. Театральная деятельность детей и взрослых имеет некие отличия, и театральная деятельность в детском саду, она отличается от того, что делают профессиональные актеры на больших сценах. Конечно, мы ориентируемся на продуктивность, то есть, если вы занимаетесь театральной деятельностью, то в конце этой работы, в финале этой работы, должен быть какой-то законченный номер. Не обязательно это спектакль на час, это могут быть какие-то этюды и сценки, но они должны быть обязательно. То есть, если вы проигрываете актерские этюды, то они должны к чему-то привести. Во время работы на спектакль происходит рост актерских умений, то есть, вы, когда задумываете спектакль, ставите цель немножко вырастить детей, но именно немножко. То есть, большой ошибкой может быть, когда вы берете спектакль, какой-то очень красивый, зрелищный, но который вашим детям не подходит по уровню. Обучение основам искусства идет одновременно с подготовкой сценок и спектаклей. То есть, здесь теория и практика, они не просто идут рядом, они слиты в единое целое, то есть, ребенок учится именно в практике. Ну и да, как я уже сказала, материалы спектакля чуть-чуть превышают умения его участников для того, чтобы они могли вырастить. Как можно работать в детском саду, продвигая театральную деятельность? Это может быть театральная студия, как дополнительные платные услуги, или может быть, как часть какой-то деятельности во второй половине дня, например, или кружковая работа, или что-то еще. Это могут быть дополнительные занятия в группе, это может быть проект, потому что проектная деятельность очень часто сейчас присутствует в педагогической работе педагогов дошкольного образования. И спектакль – это самый настоящий проект, потому что здесь есть все, здесь есть явная цель, здесь есть работа над целью по шагам, есть разные группы рабочие, то есть все, что есть в проекте, есть и в театральном спектакле. Ну и спектакль может быть частью утренников, как часто у нас делают, то есть вот Новый год подходит, дети показывают спектакль, и потом к ним приходит Дед Мороз и дарит подарки. Очень даже здорово на самом деле. То есть театральной деятельностью можно заниматься и на музыкальных занятиях, и потом все это вливается в какой-то спектакль. Какие могут быть театры? Театр – это не только кулисы, сцена и костюмы на живых детях-актерах, но еще и много других жанров. И сейчас вы можете выбрать из того, что я предложу, по уровню, по умению ваших детей, ну и чего греха таить, по вашей финансовой обеспеченности. Самая простая модель театра для детей – это стендовый театр. Либо фланеллиграф. Ну что такое фланеллиграф, все педагоги знают. Стенд, обтянутый такой пушистой тканью, на который крепятся фигурки. Фигурки дети могут сделать сами, и в этом прелесть стендового театра, в том, что здесь дети могут творить еще и в изоискусстве, создавая сами своих героев. Это может быть магнитная доска с фигурками, более современный вариант – магнитный театр. Ну и здесь точно так же можно и создавать, а можно сэкономить себе время и купить, потому что в магазинах, на оптовых базах магнитных театров очень много. И стоят они… Ну вот в нашем регионе это в пределах 60-100 рублей оптовая цена за набор для одного спектакля. В общем-то это нормально. И очень интересный тоже жанр, который относится к стендовым театрам – это теневой театр. Очень интересный. Здесь нужен экран, любая светлая ткань, осветительный прибор и картонный персонаж. Кстати, не обязательно картонный, потому что за экраном могут быть и живые дети. Обычно теневой театр привлекает детей очень сильно, потому что это необычно, непривычно и очень интересно для них. Следующий вариант – это настольный театр. Там, где все представление развивается на плоскости стола. Здесь тоже очень много наборов и тоже есть вероятность, что вы вместе с детьми сможете сделать актеров вашего театра прямо здесь же, вот перед спектаклем, и потом с ними разыграть театр. Можно сделать даже из природных материалов и с ними поиграть. Кукольный театр. Немножко усложняется уже по реквизиту. Театр подразумевает, что у вас есть ширма, либо она сделанная, либо самодельная. Но тут папы руками вам в помощь. И набор кукол, перчаточных или марионеток. Их тоже можно купить, но, конечно, они уже стоят подороже. И этот вид театра требует умения и ловкости от детей, потому что он уже более многозадачный. Здесь нужно и управлять куклой, но в то же время управление куклой развивает очень хорошую мелкую моторику. И здесь же нужно говорить речь. Поэтому иногда бывает, что деткам где-то до средней группы тяжело играть в кукольном театре, но здесь вполне себе можно разделить роли. То есть кто-то будет играть, а кто-то, например, педагог или другие детки, они будут озвучивать персонажей. Так тоже можно. В целом виде, то есть когда ребенок управляет персонажем полностью и озвучивая его и создавая его движение, такой театр подходит для детей, ставшей и подготовительной группы. Ну и, наконец, вершина театрального детского жанра – это театр на сцене. Это протяженный во времени проект. По моей работе театр занимает примерно 2-3 месяца. То есть если не гнать и в репетиции вставлять еще и игровые упражнения, которые детей хорошо продвинут вперед, то это такие полноценные 3 месяца по 1-2 занятия в неделю. Здесь уже театр, который требует от участников множества развитых навыков. Но посмотрите на эти навыки и подумайте, кто вам скажет спасибо за то, что вы сделаете такую работу с детьми. Ну, кроме, конечно, самого ребенка когда-нибудь и его благодарных родителей на спектакль. Сценическая речь. Спасибо, говорит логопед. Работа с текстом способна запоминать большие объемы информации. Спасибо от школьного учителя, которому вы передадите ребенка из рук в руки когда-то. Пластика, жесты и мимика. И вообще владение своим телом, которого у современных деток недостаточно много. Координация в пространстве. Здесь вообще просто больное тело для меня, допустим, как для ведущих тренингов и нейропсихологических групп. Потому что лево и право дети у себя не всегда различают. А различить лево и право у человека, который стоит напротив, это иногда непосильная задача. При том, что ребенок очень умный и, допустим, там уже умножают, складывают миллионы с миллиардами, но право слева у нас выпадают. Поэтому здесь придется координировать в пространстве, в пространстве сцены, в пространстве своего тела. И это тоже очень хорошая работа. Эмоциональная выразительность. То есть мы эмоциональную компетентность наращиваем. Умение участвовать в общей игре. И это такая командообразующая тема, потому что если вы когда-нибудь сами были на сцене актером, то знайте, что на спектаклях, на репетициях начинаешь чувствовать другого актера буквально кожей, своим телом. И это умение прислушиваться к другим людям, замечать других людей. То, чего у деток, погруженных в телефон и в компьютер, тоже недостаточно сейчас. И выдержка, и смелость, то есть тренировка волевых качеств. Смотрите, какой замечательный набор знаний, которые нужны современному человеку, взрослому человеку, который когда-то будет превратиться из маленького ребёнка. Как мы можем заниматься театром? Конечно, театр не сразу возникает в виде зрелищного спектакля, а театр растёт вместе с ребёнком. И если вам эта тема интересна, то вы можете ваших театралов выращивать постепенно на протяжении многих лет, которые дети ходят к вам в группу. Первая младшая группа, совсем ещё ляречки. Дети выступают в качестве зрителей, но они здесь могут ознакомиться с персонажами, держать их в руках. И очень многие спектакли, которые создаются для малышей, они интерактивные. То есть персонажи могут выйти к ним, можно с ними поздороваться за ручку, и таким образом ребёнок начинает принимать участие тоже в спектакле. Здесь же очень много игр театрализации, игр подражания, потому что подражая, ребёнок вот этого возраста учится жизни, и мы не можем просто это пропустить. Например, театральная игра в зоопарк, которую я предлагаю, тоже с малышами проводим её. Мы приходим с детьми в зоопарк, посмотреть хотим скорее на всяческих зверей. И потом, после этого мы читаем стихотворение и показываем разные движения. Вот входим мы через ворота и встречаем бегемота. Толстый серый бегемот, широко разинул рот. И точно так же обезьянки у нас прыгают, но другие звери, здесь я всё стихотворение стала проводить. Дети изображают разных зверей. И второй бласт материала, на котором вы можете развивать театральные умения, это музыкальные игры. Их тоже много. Вот одну я здесь привела сразу с нодами. Презентацию можно будет скачать прямо из окна программы, нажав на вкладку «Материалы». И ещё Татьяна Викторовна, я думаю, что в конце вебинара даст ссылочку на презентацию, и вы можете взять её из Google документов. Поэтому презентация будет, и вот эти нодки тоже вы сможете забрать. Солнышко и дождик. Таких игр тоже очень много, на самом деле, потому что на этих играх мы тоже много чему учим. Например, у «Медведя в обору», я сейчас не буду вот эти игры рассказывать, потому что наверняка вы в них играли, вот 100%. «Воробьи и вороны», «Кот и мыши». Все игры построены на том, что ребёнок слышит музыку новую, и он должен исполнить какую-то роль либо кота, либо мышей, воробья, вороны и так далее. Что мы получаем от этой деятельности? Обучение имитации движений, умение соотносить свои движения с характером музыки и с сюжетом и с помощью голоса передавать звуки и голоса животного мира. Вторая младшая группа. Детки немножко подросли, и здесь они могут уже быть активными участниками сюжетов, если эти сюжеты им хорошо знакомы. Внимание обращаю на то, что дети этого возраста ещё не могут передать динамичные роли. То есть роль, ну вот если совсем просто говорить на простом человеческом языке, роль ребёнка – это вовремя выйти в костюме красивом, посмотреть на зрителя, улыбнуться, сделать свои действия по сценарию и уйти обратно, либо остаться на сцене. То есть изменения роли пока ещё не будет. И роли будут достаточно короткие. То есть здесь важно отрепетировать выход на сцену, движения, жесты, мимику и уход на сцену. Со сцены. Что вы можете поставить? Например, репка на небольшую группу, теремок, мешок с яблоками на большую группу уже пойдёт, потому что там много таких персонажей, как воробьи, зайцы, волки и так далее. То есть там на всю группу хватит. Очень важно, чтобы ролей хватило на всю группу. Муха-цокотуха тоже хороша. Есть музыкальный вариант муха-цокотуха. И там тоже ролей достаточно, чтобы всю группу занять. Потому что там есть бабочки, блохи, сам таракан, муха, бложки и много других. Причём групповых ролей, потому что в группе иногда детям легче выйти и какую-то свою роль сыграть. Но здесь муха-цокотуха, если вы нотки найдёте, то это полноценный спектакль такой. Там как раз 2-3 месяца. Здесь же мы можем ввести, ну и даже так, скажу, нам придётся ввести новое понятие. И мы проговариваем с детьми о том, что такое театр, сцена, зрители, кулисы, спектакль. Вот этого набора терминов пока достаточно. И по практике для второй младшей группы подходят вот такие умения. Подражать повадкам животных, жестам и движениям людей. То есть изобразить девочку, бабушку, киску, собачку, мышку. Показать в игре эмоциональности они уже могут, но вот на таких как бы крайних эмоциях, то есть грусть, радость, счастье, испуг. Вот такие эмоции. И изобразить несложное действие, знакомое по повседневной жизни. Потянуть репку, попить чай в мухе-цокотухе и так далее. Вот такой набор. Но дети растут, театральные умения тоже растут, и мы переходим в среднюю группу. Здесь уже мы можем разыграть более сложные сюжеты во взаимодействии, дуэты, общие сцены. Более сложный режиссер может применяться. Особенно если вы в двух младших группах занимались театральной деятельностью, то к средней вы уже можете сделать достаточно динамичные сюжеты. Например, «Кошкин дом» тоже очень яркая постановка с разными характерами. «Доктор Айболит», «Гуси-лебеди» прекрасная сказка, «Петушок и бобовое зернышко» и много-много еще других спектаклей. Здесь мы рассказываем детям про новые понятия, такие как жесты, мимика, характер персонажа, настроение, заодно прокачиваем эмоциональную компетентность, говорим о том, кто такой актер, кто такой режиссер. И даже была у меня такая игра, когда дети сами садились в режиссерское кресло и отсматривали сценки других людей, детей, поправляя их, внося какие-то свои изменения, это тоже такой хороший опыт взаимодействия. Можно уже поговорить о том, что такое опера и балет, что такое драматический театр и, возможно, вы даже устроите поход выходного дня на детский спектакль. Но в Екатеринбурге у нас доступно, потому что у нас есть детская филармония, в которой ставятся детские спектакли. Я думаю, что в других городах тоже что-то похожее есть. Умение практически, это умение передавать характер персонажам, персонажа и его изменения. Мы здесь уже говорим о том, что настроение человека и персонажа может меняться в течение сценки. И умение участвовать в дуэтах массовых сцен, и уже дети этого возраста лучше координируют свои действия с другими участниками спектакля. И, в принципе, они уже настолько умелы, если с ними заниматься долго, что они могут от каких-то внезапных неожиданностей спектакль спасти. То есть моментально на сцене перестраиваются и начинают подстраиваться под то, что происходит. Но это если была подготовка. Здесь ещё в этом возрасте какая вероятность, что что-то пойдёт не так, и ребёнок впадает в ступор и стоит просто на сцене. Тогда воспитатель спасает спектакль. Старшая группа. Пятилетки, кто-то уже шестилетки. Ссылка неактивна. Тогда сделаем вот что. Смотрите, вы сейчас не тратьте время на переходы по ссылке. В конце вебинара, пока Татьяна Викторовна проговаривает всю важную информацию, я ссылку поправлю, и она будет активна в её ссылке. Скачаете. Хорошо. Сейчас не хочется прерываться на то, чтобы сделать ссылку активной. В любом случае вы можете забрать презентацию сейчас прямо из окошка программы, нажав на вкладыш документ. Такая синенькая папочка. И там презентация есть, её можно скачать прямо сейчас. Движемся дальше. Итак, старшая группа. Дети более совершенны. Могут запоминать достаточно длинные тексты. Хорошо играет в дуэтах. И здесь уже можно добавлять музыкальные и хореографические номера. Хорошо, если спектакль делает двое взрослых. Допустим, вы музыкальные и хореографические номера оставляете педагогу, который ведёт музыкальные занятия, а сведение сцен, режиссёрскую работу оставляете за собой. Тогда у вас будет... Ну, гораздо быстрее процесс пойдёт. Здесь же артисты могут сами принимать участие в оформлении спектаклей. Ну и спектакли, конечно, уже другие. Это может быть спектакль «Бременские музыканты». Внимание, спектакль зрелищный, но он высокий по уровню, потому что там достаточно сложный музыкальный материал. «Волки, семеро, козлят», «Дикие лебеди» тоже можно поставить. Вот такие сказки. Дети уже хорошо играют. Мы вводим, опять-таки, новые слова и понятия, такие как дуэт ссора и дуэт согласия. Ну и параллельно прорабатываем у детей некие такие навыки коммуникации между собой. То есть навыки, которые пригодятся не только в театральной деятельности, но и в обычной жизни. То есть как правильно ссориться, как выходить из конфликта. Об этом говорим, это проигрываем. Здесь же вам придется... Татьяна Викторовна, ссылка открыла из чата, ссылка активно открывается. Все, Татьяна Викторовна, хорошо. Смотрите, я сохраняла на Яндекс.Диск. Как вариант, я могу еще на Google документах сохранить и дать вторую ссылочку, но это будет в конце. Вводим понятия, такие как акт действия и сцена, и говорим о театральных профессиях, такие как режиссер, сценарист, суфлер, слова о комедии и трагедии, и можно уже рассказать про историю театра, дети уже нормально слушают. Умение. Цельный образ персонажа в динамике. Здесь очень важно проговорить о том, как персонажи меняются. И опять-таки некое такое общечеловеческое умение понимать, что люди могут меняться. То, что облегчит жизнь ребенку, когда он станет взрослым. Играем в дуэтах общих сценах. Так, используем выразительное сценическое движение. То есть здесь уже цельную роль репетируем, проговаривая о выразительности речи, движения, мимики. И здесь уже дети легче пользуются реквизитом для того, чтобы создавать яркие образы. То есть здесь можно с реквизитом играть больше. Если ребятенок средней группы выходит на спектакль, держит в руках корзинку, и это его может смутить, то подготовишки уже могут фехтовать, раскрашивать, собирать цветы, делать много чего еще. Даже какие-то такие световые эффекты, допустим, фонтанчики из хлопушек, естественно, безопасных, что-то еще, тоже можно сделать. С водой поиграть, например. Здесь в подготовительной группе переходим. Для детей очень важен сюжет спектакля. Если вы помните, то это время, когда ребенок буквально заныривает в наш социум. Он готовится войти в взрослый социум уже социально значимым человеком. Он примеряет роль ученика. И дети в этом возрасте, они очень чувствительны к морали, смыслу спектакля, поэтому об этом они будут вас спрашивать. Об этом нужно обязательно проговаривать. Здесь им очень интересно взаимоотношение персонажей, и получаются очень красивые образы. Что вы можете поставить? Снежная королева. Например, есть много предложений с нотами. Есть вариант «Золушка», но это не классическая «Золушка», которая в карете из тыквы ездила. Есть такой замечательный уральский писатель, недавно он ушел из жизни, к большому сожалению всех, Владислав Крапивин. У него есть повесть «Шуравленок и молния», и там есть вставная сказка, которая называется «Еще одна сказка о Золушке». Вот эта сказка ставится хорошо, потому что там «Золушка» и «Принц», они дети, они ходят, по-моему, в 4-й или 5-й класс, ну, то есть, младшие подростки. Ну, и действия как бы миксуются из каких-то дворцовых подробностей, то есть, там есть и придворный бал, и в то же время там есть чисто такие детские шалости. Ну, и «Принц» предстает в школьной форме по очереди, и в бальном костюме, и «Золушка» точно так же. Очень красивый по музыке, но достаточно сложный «Лоскутики облака». Очень-очень красивый, но там музыкальный материал такой сложный. Если есть поющие дети, тогда на них можно поставить, потому что там вот две роли прямо такие для вокалистов. Но музыка чудесная, и сюжет тоже очень такой нежный, интересный и для детей понятный. Речь идёт о жадности, о щедрости, о том, что один человек может других спасти. Интересный материал. Здесь мы проговариваем такие слова и понятия, как сценарий, мизансцена, уже легко и просто дети понимают и учат прямо мизансценами. «Динамика речи», «Динамика роли», «Работа режиссёра», «Зачин», «Развитие сюжета», «Кульминация», «Финал». Мы говорим о том, что есть мюзикл, оперетта и другие музыкальные спектакли. Дети понимают общую драматургию, участвуют в режиссуре очень активно, могут оценивать работу других детей, обменивается опыт, и действительно с ними уже классно работать, потому что они очень хорошо помогают. Теперь это у нас как бы театральное дело в развитии. Теперь давайте остановимся на отдельных сторонах театрального мастерства и каким образом это развивать. То есть, когда вы делаете спектакль, речь идёт сейчас о большом сценическом спектакле таком, вы начинаете с того, что прорабатываете отдельные выразительные элементы этого спектакля вместе с детьми, и потом вы собираете роли из этих выразительных элементов, затем идут репетиции в дуэтах и массовых сценах. Дальше вы подключаете реквизит, пространство сцены, музыка, генеральные репетиции. Но об этом я ещё расскажу. Развитие выразительной стороны речи. Выразительность речи развивается в течение всего дошкольного возраста и к окончанию детского сада ребёнок своими интонациями по-хорошему должен уже владеть целиком. Для того, чтобы речь ребёнка была выразительной, нужно проработать несколько вот таких вот важных умений. Таких как, прежде всего, правильно дышать. Ещё одна благодарность от логопедов. Владеть артикуляцией речи. Изменять силу звука, уметь говорить и тихо, и громко, если это требует роль, и добавлять в свою речь эмоциональность. Мы по отдельности занимаемся всеми вот этими элементами. То есть театральное занятие, театральный урок, он начинается с работы над дыханием всегда. После этого мы работаем над артикуляцией в чистоговорках, в скороговорках. Затем мы проговариваем эмоциональную сторону речи, то есть как говорят разные персонажи, как говорит человек в разных эмоциях. Учимся передавать эмоции через слова. Но простейшее упражнение, чтобы было понятно, как это делаем, упражнение «зеркало». Берем ладошку, представляем, что это зеркало, и ребенок должен сказать с разной интонацией «Ах, какая я красивая». Может сказать восторженно «Ах, какая я красивая». Может задумчиво «Ах, какая я красивая». Может с вопросом «Ах, какая я красивая». И так далее. Смотрим фрагменты фильмов, мультики, разговариваем об этом, угадываем эмоции персонажей. Вот такая вот картинка вам тоже в помощь, что эмоции бывают разные. После этого анализируем речь персонажа. Здесь уже мы переходим к практике. У ребенка на руках роль. И мы проговариваем с ребенком по его роли. Какая должна быть речь у его персонажа. Слабая или возбужденная, активная, вялая. В каком темпе будет говорить его герой. Может быть это будет замедленная речь, если это какой-то старик, мудрый. Или это будет быстрая речь, потому что он котенок. Мы выбираем темп речи. И дети развивают это умение. То есть речь может звенящий, глухой, плачущий. Ну и какие-то характерные особенности речи, которые будут у его персонажа. Вот еще несколько упражнений на передачу эмоций через речь. Угадая эмоции, ребенок говорит слова, и остальные должны угадать эмоцию. Читаем стихотворения с разными эмоциями. Ну и в непосредственной работе над ролью я вам уже рассказала. Дикция и артикуляция. Проговаривание звуков. Начинаем с гласных. То есть на уроках по театральному мастерству идет постановка звуков. Сначала мы проговариваем отдельные звуки, потом слоги, гласные в связке. И потом уже слова. Скороговорки, чистоговорки, шумелки, жужжалки. То есть перед каждым занятием мы прорабатываем артикуляцию. Дальше жесты и пластика тела. Для того, чтобы роль была красивой, то есть чтобы роль была выразительной, ребенок должен своим телом владеть. Ну и обычно дети в курсе театрального мастерства, они проходят такую большую эволюцию от стояния столбиком на сцене и проговаривания вот так вот стихотворения до вполне себе наполненной жестами и движениями на сцене роли, которая смотрится очень красиво. Мы учимся передавать с помощью движений эмоции, настроения, какие-то особенности его персонажа, такие как полвозраст, характерные особенности. Ну и вот опять-таки несколько упражнений, которые вы можете модифицировать очень легко и под свою группу подогнать. Обязательно упражнение на напряжение, расслабление. Спасибо, говорит головной мозг ваших детей, которые нуждаются в этом упражнении очень сильно. Упражнение на невербальные символы. Вспомнить как можно больше невербальных символов и угадать значение символа. Например. И так далее. Игра в жесты. Каждый придумывает жест, и потом человек должен повторить свой жест, а потом жест другого человека и так далее. Если кто-то сбился, то из игры выходит. Ну и интересное задание, которое детям всегда нравится. Узнать героя по походке. Идем как старик, как серый волк, как милиционер, как моряк и так далее. Игра в крокодил не буду рассказывать. Прочитайте в презентации. Если не играли в эту игру, мы наверняка все играли. Ну и упражнения на развитие пластики рук мы тоже вводим, потому что руки из всего тела, они самые выразительные. Можно, опять-таки, это вначале, такие разогревочные упражнения. Можно покрасить забор, запустить волну, потрогать невидимую сцену, погрести на веслах, тут я уже не покажу в этом окошечке, перетянуть канат и так далее, сделать разные жесты руками. Ну и вот здесь тоже несколько разных игрушек, которые детям нравятся. Например, собери по частям. Ребенок что-то конструирует на сцене без слов. Дети должны догадаться, что получается. Ну и гладим животное. Например, как можно погладить хомячка, кошку, змею, слона, жирафа. И дети угадывают, кто какое животное гладит. Сценическое движение. Это уже большие движения, то есть это отдельные театральные позы и это движение в пространстве сцены. Что здесь развиваем? Чувство баланса, координацию, то есть тело должно координировать. Умение управлять своей скоростью, особенно если это музыкальный спектакль, умение выйти под музыку, уйти под музыку, сделать движение с определенной скоростью. Играть с скоростями, это уже подготовительная группа, то есть делал дело медленно, чего-то испугался и быстро-быстро убежал. Вот такие вот вещи. Чувство инерции, то есть умение затормозить. И подготовишки, которые были у меня, они уже могли даже передавать напряжение персонажа с помощью каких-то жестов. Это было здорово. Ну и в помощь вам вот такая вот книга, она подходит для детского театра Карпов в уроке сценического движения. Она есть в электронном виде, перейдете по ссылочке, ее можно будет прочитать. Взаимодействие актеров на сцене, актерские дуэты. После того, как вы проработали с детьми рисунки роли, то есть давайте еще разочек, я тоже приторможу, для того, чтобы в голове уложилось, потому что сейчас там, наверное, уже фейерверк целый. Еще раз, как отрабатываем роль с каждым отдельным ребенком. Чтение текста, выучивание текста, добавление выразительности речи. Речь поставили, добавляем мимику лица, после этого движения рук, после этого движения всего тела и движения в пространстве сцены. Все отработали свои роли, мы начинаем работать над актерскими дуэтами. Работаем над дуэтом согласия, дуэтом ссоры, дуэт мнимая согласия, то есть дуэт мнимая ссора тоже может быть. Дуэт согласия, это когда два человечка договариваются сделать что-то одно, дуэт ссора, понятно, что они ссорятся. Дуэт мнимая согласия, когда они вроде бы соглашаются на словах, но каждый понимает, что выйдет сейчас из этого дуэта и будет друг другу немножко пакостить или делать каждый своё. И здесь опять-таки на тех же инструментах проговариваем взгляд, жесты, движения и учим детей в дуэте координировать свои движения друг с другом. Упражнения для дуэтов. Вообще великолепно хороши, когда вы начинаете какой-то процесс по командообразованию и по обучению детей, слушанию, услышать другого человека. Аватар, если смотрели, чудесная фраза там есть у местных туземцев, «Я тебя вижу». То есть я тебя вижу, значит, я знаю, что ты делаешь в каком-то сейчас настроении, что ты сейчас хочешь, и я понимаю, как с тобой я сейчас буду взаимодействовать. Это опять-таки жизненное умение, и вы их в процессе театральной деятельности с детьми отрабатываете. Отражение или зеркало игра называется. Один участник повторяет выражение лица, жесты, мимики другого. Сочиняем историю по слову. Участники говорят по одному слову, а задача всей группы – связать эти слова в какую-то историю. Связанная одной нитью, два участника связываются ниткой за пальчики, за указательные пальцы, и они должны ходить, вот связанной одной ниткой, и не порвать ее. И чудесное упражнение «Космос» или «Поводырь» его называют. Один человек закрывает глаза, а второй должен его водить по такому помещению со сложной геометрией, ну там, где столы, стулья стоят, углы какие-то есть, и очень нежно и вечно оберегать от ушибов. Постарайтесь сами в это упражнение войти с кем-нибудь и понять, насколько это чудесно, незабываемое впечатление. После того, как у нас дуэты и сольные роли готовы, мы начинаем заниматься мизансценами. Что это такое? Это размещение актеров в разные моменты исполнения пьесы. То есть где кто стоит по-простому. И это тоже очень важно, потому что от мизансцены зависит, как ваш спектакль будет смотреться. Каждая сцена выстраивается режиссёром, то есть когда вы спектакль проговариваете для себя, то есть когда вы готовитесь к постановке, вы можете прямо на листочке набросать отдельные мизансцены, кто где будет стоять. Потом вам легче будет идти расставить. И любой поворот действия, это театральное правило, должна меняться мизансцена. Какие могут быть у нас мизансцены? Круговая самая простая, но не самая выразительная, потому что здесь у нас много спинок видно. Дети ходят, не всегда видно лицо. Полукруг более выразительный. В принципе, в полукруге детям, особенно маленьким, легко играть, поэтому для малышей её используем. Очень выигрышная, обратите внимание, диагональная сцена. В диагональной сцене разворачиваются все драматические события вашего спектакля. То есть когда у вас паук идёт за мухой, допустим, в мухе-цикотухе, то сейчас покажу, вот как будто бы взгляд сверху. Хорошо? Муха выходит под углом 45 градусов, паук выходит под углом 45 градусов, вот они встречаются, он её связывает и опять где-то по диагонали уносит. Опять-таки по диагонали выходит комар и бежит спасать. То есть если всё это будет в плоскостной такой сцене, то это будет менее выразительно. Поэтому сразу же учите детей использовать диагональ и большое пространство сцены. Ну и фронтальная композиция, фронтальная бизнес-сцена, это, конечно, самое приятное в каждом спектакле – выход на поклоны. Обратите внимание на построение мизонсцены. Вот здесь очень хорошая картинка, она не детская, но она идеальная. Я хочу сейчас подробно прямо на этой картинке остановиться, потому что здесь идеальное использование пространства. Смотрите, каким образом мы подчёркиваем глубину сцены и вот эту трёхмерность? Тем, что, во-первых, у нас актёры расположены не на одной линии, а на трёх планах. Давайте ещё раз взгляд сверху. Если сверху смотрим на сцену, то у нас есть передний план, где приятные дамы сидят. Есть средний план, девушка в светло-зелёном платье. И ещё задний план, где два молодых человека. Кроме того, глубина сцены подчёркнута тем, что здесь есть две диагонали, даже вот так вот показать, две диагонали, подчёркнуты лавочками. И вы видите, что лавочки стоят не прямо, а немножечко развернуты. Да, и диагонали подчёркнуты тоже самими актёрами. Но обратите внимание, что здесь не по три девушки на лавочке, а есть некая такая разбивка персонажей. Ну и обычно, когда мы сцены выстраиваем, мы ориентируемся на принцип золотого сечения. Вот здесь схемочка приведена, то есть главный персонаж, он должен быть не на середине сцены, а немножко сбоку, где-то на двух третьях сцены. Это касается и положения на сцене, и как бы в глубине сцены. Поэтому вот здесь девушка в зелёном платье, явно какой-то ведущий персонаж, и она выделена не только цветом платья, но ещё и положением актёров на сцене. Надеюсь, что вам будет это полезно. Это мелочи, которые очень сильно прибавляют выразительности спектакля. Этапы создания спектакля. Ещё раз. Замысел. Замысел начинается с слов, а давайте-ка мы чего-нибудь поставим на сцене, и после этого вы приносите какой-нибудь спектакль детям, обязательно читаете им пьесу вслух или рассказываете о чём это, выделяете основную мысль, обсуждаете пьесу и распределяете роли. Про отрицательных персонажей чуть-чуть попозже расскажу в проблемах. Дальше. Разучивание ролей и этюдные пробы. Потом репетиции в выгородке, то есть вы расставляете персонажей в пространстве. Ну и после этого репетиции на сцене, внимание, вот есть одна ошибка такая, я сама через это прошла, поэтому сейчас говорю. Репетиция с реальными декорациями, костюмами и реквизитами должна занимать большое время. То есть генеральная репетиция в костюмах и с реквизитом может вас очень неприятно удивить, потому что реквизит ломается или реквизит вносит некую скованность в поведение детей, они не умеют обращаться. Достаточно много затруднений. Костюмы где-то не подходят, их нужно подстраивать и так далее. То есть костюмы, мечи, сабли, цветы, корзины в руках должны появляться как можно раньше. В идеале вы только вот речь выучили, вы даете в руки детям реквизит и дальше вы доучиваете уже с реквизитом в руках. Так им будет проще. Прогонные репетиции не одна, три минимум. Это сцена, свет, звук с вашим минимальным вмешательством. Здесь проблема еще какая. Вот на прогонах притупляется новизна ощущений, дети перестают играть ярко. Поэтому здесь в каждом прогоне у вас, кроме прогона, должна быть заложена какая-то еще идея. То есть в каждом прогоне вы что-то делаете еще. Допустим, в одном прогоне вы как бы заостряете роли, говорите детям о том, что персонажи должны быть с яркими характерами и обращаете внимание на это. В следующем прогоне вы просите детей скоординировать движение друг с другом лучше, потом еще что-то. То есть на каждый прогон есть своя собственная задача. Генеральная репетиция и премьера. Очень хорошо. Смотрите, еще такая заметка тоже из практики. У нас же главный показ для родителей. Ну, это такая страшная вещь для педагога на самом деле. Когда у нас огромное количество родителей, все они с телефонными видеокамерами, они как могут мешают детям. Плюс на этот показ приходит руководство детского сада, еще кто-нибудь там, не дай бог, методисты или что-то еще такое. И всем становится страшно, и спектакль летит уже просто в пропасть. Поэтому вы можете сделать несколько показов для внутреннего зрителя. Допустим, для младшей группы какой-нибудь, или посадили нянечку, бухгалтера, кого-нибудь еще, и дети, порепетировав перед ними. Это хорошо, потому что дети сразу так вот подбираются, они начинают играть намного лучше, но это не так страшно, как при большом зале. И еще важный такой момент. Смотрите, на подготовку спектакля затрачивается огромное количество времени и сил. Поэтому если вы один раз сыграли и забыли, то это нечестно. Вы можете выйти на кастроли в другой детский сад или снять кино. Мы с ребятами ходили в дом ребенка и показывали спектакли там. Потом ходили в соседний детский сад. Потом выносили этот спектакль на городской конкурс. Вот сказка про Золушку, так у нас сложилась. То есть мы сыграли в детском саду. Детский сад, школа у нас был. Потом мы решили, что вынесем на конкурс. Для конкурса нам понадобилось написать фонограммы живые. И мы долго-долго писали фонограммы, сами дети записывали. Я монтировала все это. И потом уже с фонограммами вышли на конкурс. Осталась такая очень хорошая память об этом спектакле. Ну и потом вы увидите на каком-то из показов, что дети уже теряют интерес к игре. Тогда его можно либо совсем уже убрать, либо отложить на какое-то время. Там посмотрите. Ну обычно убирают уже на совсем. К спектаклю не возвращаются, делают новый. Но умения детей уже остаются. Ну и еще несколько часто встречающихся проблем, которые способны отравить вам жизнь. Кто будет бабой Егой? Ну и другие отрицательные персонажи, которых никто не хочет играть. Здесь мы уже применяем принцип Тома Сойера и говорим. У нас есть самая главная роль. Это отрицательный герой. Почему самое главное? Потому что отрицательного героя сможет сыграть только по-настоящему хороший артист. Вот средним артистам эту роль не сыграть. Поэтому сейчас я даже не знаю, кому отдать вот эту сложнейшую роль. Кто с ней справится. Ну и понятно, что после этого будет я-я-я-я-я-я-я, дайте я попробую. Ну и вы говорите детям, что отрицательного героя нужно сыграть так, чтобы ему не захотелось подражать. И в этом будет миссия вот этого артиста, который рискнул и выбрал себе роль бабы Егикаща и Бессмертного. Он должен показать детям, как не надо делать. Ну и очень хорошо, когда в финале спектакля отрицательный герой справляется и его берут в общую компанию. Очень часто детские спектакли, они так и сделаны, что там потом бабы Губерут с собой или Каща и Бессмертного исправляют. Ну и тоже очень хорошо. Распределение главных ролей. Это наше всё, особенно здесь свирепствуют родители, которые будут вас изводить со словами, почему мои Лизоньки, Машеньки или Петечки не дали главную роль. А он у меня занимается с трёх лет, вот там-то, там-то владеет иностранным языком, вообще самый такой замечательный ребёнок. Какое решение? Вы сразу же детям говорите, что будет несколько дублёрских составов, и дети учат сразу две роли. Это вас спасёт, когда перед премьерой или на одном из спектаклей кто-нибудь заболеет. Кто-то заболел, а у вас дублёр готов. Вы роли быстренько переставили и всё уже, все играют. Ещё одно решение. Вы выбираете сценарий под конкретный состав воспитанников. Если не получается, вы его переделываете. И вы знаете, допустим, что у вас три примы, которые точно заберут позиции прим. И есть, допустим, три или четыре скромника, которым будет хорошо в общей куче. Пусть они будут ложками в каких-нибудь ярких таких костюмчиках. Они будут счастливы, и родители тоже будут счастливы, что ребёнок осмелился вылезти на сцену. Ну и да, играем главные роли по очереди. Для этого и нужны несколько спектаклей разных. Мы играли в спектакле. У нас была девочка с серьёзными нарушениями опорно-двигательного аппарата и был мальчик с протезом. Мы им находили роли. Они у нас играли в спектакле. Ну и сейчас они уже молодая женщина и молодой мужчина. И всё сложилось хорошо. У них семьи, у них прекрасная работа. Они осмелились тогда выйти на сцену, подружились со своим телом, и всё сложилось очень хорошо. Боязнь публичных выступлений. Есть очень скромные детки, которые боятся выходить на сцену. Поэтому предусмотрите роли в массовке, роли без слов, облачко, дождик, кто-нибудь там ещё. Главное создать ситуацию успеха. Можно поучаствовать в спектакле как декоратор, суфлёра, светитель, шумовой оркестр. И очень хорошо использовать виды театра или даже кусочек спектакля, где ребёнок будет спрятан. Иногда детям это легче. То есть детки играют на сцене, но у вас на этой сцене есть ширма. За ширмой трусишка спрятался, и он какой-нибудь кукла играет одной из ролей. Можно миксовать, лишь бы детям было хорошо. Взаимодействие с родителями. Очень часто дети, родители желают, чтобы спектакль был сыгран на высоком уровне, но при этом не помогают. Здесь ваша задача вот так вот по-честному большую часть своей работы переложить на родителей. Это костюмы, декорации и заранее обговорить правила поведения на детских спектаклях. То есть здесь мы вводим такое понятие для родителей в первую очередь, как стеклянная стена. Кто занимался с театралами, тот знает, что это такое. То есть когда ты играешь на сцене, ты представляешь, что между тобой и залом стеклянная стена. Родителям тоже говорим. Так, дорогие родители, вот между вами и детьми на сцене стеклянная стена. Кричать не надо, бегать на сцену, поправлять платьишко не надо. Сидите, снимайте спокойненько, потом все мне скажете. Без детей. Ну и условия фото- и видеосъемки, потому что съемка со вспышкой может детей напугать, допустим. Ну и какие-то еще такие вещи. Очень часто мамы пугают не своего ребенка, а других детей, особенно такие вот властные мамы, которые прибегают на спектакль и начинают там уже какие-то свои интересные вещи рассказывать. Вот, вроде бы все рассказала. Жизнь спектакля после премьеры тоже рассказала. Ну и оставляя финальный слайд со своими данными, как меня можно найти. И сейчас, если есть вопросы, их, пожалуйста, задайте. Я постаралась дать такую практическую информацию из того, что на своей шкурке педагога и режиссера музыкального театра пережила, поэтому то, что наработано. Спрашивайте, пожалуйста. Спасибо. Ну, что спасибо, это хорошо. И тогда, если вопросов не осталось, вы решайте вопрос презентации. Можно сейчас ее скачать еще отсюда. Если что-то можно будет написать, обратиться, и я отвечу на вопросы. И я желаю вам удачи. И если вы рискнете влезть в это дело театральное, тогда ярких спектаклей, замечательных актеров и актрис и благодарных зрителей. Работаю на комбинированной группе старший возраст. Какой спектакль можно поставить первым? Комбинированная группа. Выбирайте спектакль, где будет много массовки. Вот, потому что кое-кто у вас не сможет играть какие-то сольные роли, вы их в массовку ведете, и все будут счастливы. Так, секунду, коллеги, подождите, какой-то вопрос. Сколько времени вы работаете в этой сфере? В этой сфере я работала. Я работала 15 лет. Сейчас я веду тренинги с детьми, но там у нас тоже есть элементы театральной группы, театральной работы, которую мы применяем для решения практических задач, для развития эмоциональной компетентности, для развития умения общаться и так далее. Вот, а опыт вот такой работы 15-летней. Я писала свою программу. Сейчас, я думаю, что уже она устарела немножечко. Но есть программа по театральной деятельности. Поищите. Средняя группа можно ставить гуси-лебеди с музыкальным оформлением. Да, гуси-лебеди нормальные для средней группы по музыке. Там песенки легкие. И роли хорошие. Гусей можно сделать целую стаю. Очень удобно. И он при всем там зрелищный. Вот именно гуси-лебеди. Благодарю, благодарю всех. Смотрите, у меня, наверное, все, Татьяна Викторовна. Если сейчас вопросы выскочат, то я в чате отвечу. Давайте я вам передам слово. Уже останавливаю обещание. И сейчас Татьяна Викторовна вам расскажет очень важные вещи по организации. Если что, я в чате смотрю еще немножко за вопросами. Спасибо. 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 Спасибо.